Мой муж дурак. У него есть друг детства, с которым они не разлей вода. У нас в браке родился сын, через год у друга родилась дочь. Всю жизнь нас сопровождали шуточки на тему, что вот дети вырастут, поженится, и мы станем одной семьей. Дети выросли, только наш сын не особо заинтересован в женитьбе на дочери лучшего друга отца. Девочка там хорошая и в него по уши влюблена, но сердцу не прикажешь, чем мой муж был ну очень недоволен. То намеками, то открытым текстом он говорил о том, что надо жениться, и в итоге машину пообещал за брак. Я уже прифигела и хотела вмешаться, но сын заявил, что у него уже давно есть девушка, ему 23 года, и что он уходит на съем и собирается жениться, так как на первый взнос по ипотеке уже накопил. Случился большой скандал, муж сказал, что теперь я другу скажу. Я окончательно уверилась, что на счастье сына мужу плевать, главное, чтобы друг был доволен. Сын ушел из дома в тот же день, а муж театрально запретил всем с ним общаться. Я хоть и не хотела раздора в семье, но к сыну несколько раз сходила. Он счастлив, его невеста мне очень понравилась. С ее мамой я тоже пообщалась. В итоге мы с ней скинулись и купили молодой семье двушку в хорошем районе. Дети тут же расписались, устроили праздничный ужин и очень благодарили нас за такой подарок. Потом об этом узнал мой муж. Сначала вопил, что я зря трачу деньги, мои собственные, к тому же, отложенные со своих зарплат. Потом вообще велел выметаться из квартиры, которую мы купили вместе, и у меня есть доля. Мы разводимся, делим все имущество. Сын чувствует себя виноватым. Но я даже рада, что это все дерьмо вылезло сейчас, а не в глубокой старости, когда некуда было бы деваться.